Привет, друзья! Опять с вами Антон Поспелов. Некоторые размышления в связи с нашими монологами о нахлости. Хотя, на самом деле, о нахлости не будет сказано ни слова, а поговорим мы о слингах. Ну и не о слингах вообще, а вот такое некоторое сравнение очень близких и очень похожих по функционалу. Слингов Fishpond, вот они, две штуки, и слинг Patagonia. Ну, я пользуюсь этим. Сейчас раньше не пользовался этим слингом. Сейчас беру на Камчатку, там посмотрю, как и что. Хотя я никаких чудес не ожидаю. У меня вот такой вот камуфляжный большой рюкзак Fishpond, много лет. Ну, как, ну, недель, наверное, 15. Если неделями туром мерить, я провел под проливными дождями в 35 градусов жары на солнце. Ничего с ним не происходит. Ну, и рюкзак Patagonia у меня тоже много лет был. Кстати, потом его украли в Испании, но ничего с ним за много лет не произошло. Не заметил никаких недостатков. Ну, давайте сначала по функционалу. Первое, то, что касается объема. Патагония, насколько я понимаю, 30 литров, извиняюсь, 20 литров, а этот рюкзак 14 у нас литров. То есть, Патагония 20 здесь 14, Патагония побольше, Fishpond поменьше. Но, соответственно, Патагония чуть дороже 24 тысячи и 21 подешевле Fishpond. Дальше это те же самые молнии Tzip, что на Патагонии, что на Fishpond. Да, есть обязательно, так сказать, такие прихватки, да, чтобы Tzip довольно туго идет. И чтобы открыть, надо здесь держаться. Вот так вот. Ну и, соответственно, здесь то же самое. Все под навеску, под разную, поскольку можно использовать слинги. Слинг тема отличается, что он через одно плечо, и можно через плечо его перемещать вперед, назад, вокруг себя, вот таким образом. И, если держать впереди, то здесь может быть разнообразная навеска, там, ретриверы, что угодно, там, подлески. Вот. А когда впереди ты держишь, впереди лямка у тебя здесь идет, то сюда тоже крепятся на Fishpond. Вот сюда можно пэдики для мушек, там разнообразные тоже подвески. На Патагонии можно подвесить, но вот липучку сюда не прикрепишь. Хотя есть там другие зацепочки. В общем, не принципиальное отличие. Материал, несмотря на то, что материал потоньше, ну и как бы, на мой взгляд, посимпатичнее на Fishpond, чем на Патагонии, но и он и потяжелее будет. Да, несмотря на то, что здесь 20 литров, по ощущениям не буду взвешивать. Близко очень. Думаю, что процентов на 15, в Патагонии 10 легче. Но если вы долгоходы-легковесы, наверное, вам такой будет легче. С другой стороны, такие походы со слингами не ходят. Это все-таки одного дня. Объем слишком небольшой. Дальше есть крепеж для тубуса, для удочек. Он надежный, но, на мой взгляд, я попробовал вот эти вот силиконовые штуки. Они, конечно, думаю, самый большой вес и добавляют, но система крепления здесь гораздо более надежная, на мой взгляд. Ну, во-первых, потому что он тянется, да, то есть ты затянул и надел сюда на вушко вдел. То есть и по силикону тубусы не соскальзывают. Когда долго идешь, опять же, нахрена ходить с тубусом? Я видел такое, но, в общем, это глупость большая. С тубусом ходить не надо, ребята. Если только вы летите в самолете и приоттачили, но не факт, что у вас с тубусом пустят самолет, если только у вас очень маленький. Ну, тем не менее, при долгой ходьбе, у меня вот такое было, вот из Патагонии выскакивает, хотя здесь такая затяжечка тоже довольно плотная есть, и она не расползается. Вот эти вот держат лучше силиконовые штуки, и они не рвутся. Это я заметил тоже за несколько лет. Я их для разных там целей использую, потому что ты можешь их просто вынуть, да, вот раз и достал. Вот. Я скрепляю там просто удочки ими, и разные вещи делаю. То есть, можно сказать, что это более надежная система крепления. Поясной ремень, в общем, тоже не имеет значения. Ремешок и ремешок. Кто-то использует, кто-то нет. Кому не нужно, можно вплоть до того, что срезать мне нужно, поскольку болтается просто. На мой взгляд, преимущество у фишпонда в том, что здесь есть, и я ровно по этой причине его купил. Это карман для подсака. То есть, туда вставляется ручка подсака за спиной. Но если у вас там подсак, то уже не будешь его переворачивать, потому что это просто физически неудобно. В Патагонии такого нет. Но, опять же, далеко не все подсаки, только с длинными ручками. Но мне важно, чтобы не слишком много носить. Дело в том, что если у вас напузник или рюкзак с фотоаппаратом, то подсак, который вставляется в пояс, они мешают друг другу. Поэтому вот в этом случае я использую, когда мне нужен фотоаппарат, а я всегда с фотоаппаратом все видео, которые вы видите, я снимаю. Но и без подсака. Что снимать тогда, если у тебя нет подсака, то рыбу-то не удержишь, и снимать я не покажу вам ничего. То есть, вот такой вот для меня был вывод один, что я только могу вот такой девайс купить. Дальше. Очень важная штука. Во всех, и в Патагонии, и в Фишпонде, есть система, не система, не для ухода, по уходу за Тизипом. Это важная очень штука. Обязательно смазывайте свои Тизипы, молнии. Они становятся более герметичными, дольше служат, и легче происходит. На что многие езжают, что это очень тяжело. Нет, когда ты смазал, это очень легко. Двигаться начинает. И очень важно, чтобы до конца закрывать рюкзак. Тогда он и в рафте, и в воду, и плыть на нем можно. То есть, он вот не сдувается совершенно, что один, что другой. Но если он не промазан силиконом, и закрыт не до конца, ну, соответственно, здесь будет просто он дышать. Так, выбор за вами, на мой взгляд, это очень хорошая штука. Незаменимая, если вы фотографируете, если вы походник одного дня, и вам особо взять больше не нужно, большего объема. Вот два варианта, 14 и 20 литров, в зависимости от того, приверженец какого вы бренда или какой-то механай, вам нужен ли подсак или нет, нужен ли объем или нет, нужен ли силикон или нет. Выбирайте, у нас это для вас есть. Приходите, подписывайтесь, увидимся в магазине или на реке. Пока.